В своем огороде стерняки перчую. Вот Сергей Игнатов тут. Нажимай. Все. И на место клади. А это быть, а земля пусть на месте лежит. Мы находимся на нашем молитвенном месте, где мы молимся. Я вам все показываю. Дальше это костровый пруд. Вот впереди нас. Вот сейчас мы там были. А это вот аналой. Где Евангелие лежит. Считаем. Мы не раз показывали. Это я на роликах все это видел. Вот рядом. Ну и рядом наш, можем сказать, очень известный лагерь. Снятый фильм по полном международном киноконкурсе. В предчувствии. Просто так вот. Там видно даже башни. Башня большая, высокая. Наблюдали, где скотина. А потом дети туда залазили. Им было интересно. Это вот лагерь рядом. Ну и это, конечно, деревня тут. Вот. Поворачиваю. Здесь. Мы еще не были здесь. Ну, может, один сбегать туда. Заснять. Вот. Это костер. Костер где был. Ну, там туалет поставили. Можно даже проедем туда. Вот он сейчас здесь выворачивает крапиву. Крапиву обколачивать. Так, вот саду вот займитесь вот этой грудью. Дальше. Да, нам некогда. Мы сейчас быстро уходим. Коров уже гонят наши. Вон они там, коровы идут далеко. Сегодня телка гуляла с тенщуков. Выпустили. И за ней семь быков. И с корченскими смешались. Сколько раз говорю. Вот она гуляется. Ищет быка. И они ей не дают. Зачем выпускать? Они зачем? Дома неохота травы давать или что? Притом разные. Кто там бы не был. Там тогда у бабок, корова гулялась. Точно такая же история была. Кто бы не держал. Ну, ты же видел, что только выглопопыки к ней лезут. Все. Она не лезта. Смотри, только не сломай лопату. Сильно не дави. Старательный мужик. И рядом этот тоже. Вытряхиваешь, чтобы корнями кверху уложили. Чтобы она в земле не была. Она прирастет. Вот, подтягивай, она быстро выскочит. Вот, рядом. Обколотил ее в сторону. Ну, все, ладно, уходим. Потом остальное, это уже весной уберут, ребята. На этом конец. Это Сергей Игнатов. Пришли мы на костер. Все это он в интернете видел. И везде свой труд оставит. Вот, мы думали здесь 22 сентября. 21, 21. Там в дерево не втыкай только. В дерево лопату не втыкай. Вот так. Видишь, спустился пониже. А еще ниже самое кострище. Вот тут глубина больше двух метров, пожалуй. Нашли мы это место. Сколько лет и был большой здесь. Тодиум назывался. Вот, все. Так, все. Больше не успеем еще сделать. Вылазь от него. Посиди на скамейках. На разных скамейках и в двери вылезешь. Вот это нижний ряд. Садись на него. Куда пошел? Садись. О, теперь на второй этаж переходи. Вот сюда. Теперь на третий этаж. О, а теперь на четвертый. Вот ногами так грязными лезешь. Я бы тебя за это наказал тогда. А нет. Ну ладно. Вот, понял теперь. А смотри, какой у нас крест высоко распятия. Все. Дальше видно лагерь, деревня. Все. Вылазь оттуда. Пошли покажу колодец, про который я говорил. Едешь домой, будешь рассказывать. Мы с Украины людей любим, приезжают к нам. Они родные наши братья, не вчерашние. А здесь вот репьем заросло, хуже смотреть. Я туалет сделал. Не было туалета 20 лет, наверное, здесь. Ходили как куда. Это тебе не надо. Уйди, 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 уйди. Все, на. Тут еще не сделаешь. Он тут туда, хода туда нет. Он никому не мешает. Даже может лучше, что репей. Ну, пойдем посмотрим. У нас здесь колодец был. Я его давно не видал. Колодец, ходили к нему ступеньки были. У него железная крышка. Брат Павел сварил. Вон он, иди посмотри. Под этим. Видите, как он весь железо закованный. И крышка какая-то нахлоп. Чтоб туда не могли. Вон утки полетели. Утки. Во. Чтобы никто тут... Люди приезжали. Мы делали знак. С дороги тут пастухи были. А потом стали пакостить. Мы закрыли, сварили. Видишь какой. Чтоб туда не могли ничего пустить. Там сруб. Щебень. Крупнозернистый песок. Вода отличная. Мы всегда брали здесь, когда деревню не строили. Это наш лагерный колодец. С трудом. Он в другом месте был. Ну, сохранили мы его. Ну, вот где мы были, это лагерный... Не лагерный. Костровый пруд. Вот видно, шифером заложены стенки, чтобы не размывало. Ну, все. Сергей Егорыч, пошли. Пойдем. Теперь остался у нас еще один пруд южный. Вот туда надо пройти и показать вам. На этом пруду делать нечего. Потому что плотина чистая. Что тут? Территория деревни. Территория деревни. Строго. Так. Запрещено. Стрелять запрещается. Стрелять. Чтобы не стреляли. Ну, тут дощечки это уже нет. Это вот идут высоковольтные 10 тысяч вольт. Столбы... Это в Потеряевку. Вот они идут. Вот они разворачиваются здесь. И дальше на нашу там подстанцию. 10 тысяч вольт или 360? А? 10 тысяч вольт или 360? 10 тысяч. Далеко. 360 может погаснуть. 360 тут сделано. Вот, коров гонят. Сейчас могу показать. Он гонит кто-то. Нам уже некогда смотреть. Овещек, коров. Поедут в 2 часа в Коршино. Выручать 7 бычков Игоревых. Одна девка всех туда уволокла. Телка. В полном смысле телка. Мы сейчас на Южном пруду. Вот Сергей Игнатов здесь помогает. Мы вот прорубили просеку. Из конопли. Репья, лебеды. Разных. И дошли до нашего шлюза. Ну, что он целый. Все. Ну, 6-ти метровые доски. И вот этот озеро. Вот его видно наш. Все до дна высохло. Уже трава растет. Но это ничего не значит. Если мы сюда завелкли бы и драглайн, в один год бы все исправили. Но не по цене. Вот я остаюсь сейчас рядом. И смотрите, насколько выше идет конопля. Ну, примерно 3,5 метра. Конопля. Просто рубим ее кое-как. Это красивейший у нас пруд. Эта сторона, вот с севера, она вся из березок. О, красавицы. Вот угол заворачивает. Восточная и юго-восточная сторона полностью. Березы. А дальше начинается ровно, как отрезанная. Одни осинки на север. На север и на восток доходит. А на востоке тут огромные березы. Вот там заплод сделал. Сделали братья. Вот. Мы не знали, что делать, как вода, откуда будет набираться. Оттуда идет, тогда обратно уйдет. Но неизвестно. Вот пошел дождь. Как все время дождей ты не поймешь, что. Прятаться, не прятаться. Ну, пока так вот. Мы на этом пруду. И показать я хотел. Вот сейчас красные делаются. Это осинки. Осинки, как свечки горят. Вот они. Осинки. Ну, березы желтые. Ну, и из красна черемуха. И огромные березы. Просто огромные. Здесь вот не покажешь это где-то. Ну, в два обхвата. Вот они какие. Русские березы. Почему они русские? Ну, значит так. Большие осины. Сергей все знает, что делать. Вон туда его. Только туда. Только туда вниз. Пробей туда дорожку. И туда. Мы на Южном пруду. И Сергей взял два листа лопуха. Он загнулся у тебя. Ко груди. Представь. Чтобы видно было. Вот такой вот. Он говорит, никогда не видал. Такая земля. Вот один лист. О, второй пониже опусти его. Весь закрылся. Думаю, листами. Это в раю Еве пригодилось бы. Вот смотри. Два листа лопуха. Ну, и конопля. Ну, даже нельзя представить. Три с половиной метра, как дерево какое. И везде. А этот, махонькая тут. Вон они там на той стороне растут. Там срубили мы. Все. А этот и кого тут такой. Все, пошли. Закончилось. Дождик. Это вот на Южном мы приехали. Сегодня он уезжает. Мой гость. Вон туда пройди. Подальше. Вон туда. Вон туда пройди густой. Я показал же. Вот к этому стань. Можешь стать около него. Вот. Ну, давай тут, давай. Посмотрите, около конопли стоит он. Это конопля такая. Вот она. И какой-то цветок нашли. Не поймешь, цветок не цветок, листья не листья. Никогда не видал. А вон, к тому. Посмотрите, сколько у него веток отходит. Стань под это вот. Вот, прямо. Вот, вот, вот. Да. И ногами стань около его основания. Повернись туда. Впереди себя его поставь. Вот так. Вот, вот так. Вот, смотрите. Это вот он. Покачивай его маленько, чтобы видно было, что ты его качаешь. Это вот все вверху. Это все коноплят. Столько отростков. И каждый день такой богатый. Это техническая конопля. Не наркотическая. Всегда мы семя собирали. Ароматно пахнет. Толкли. Запах какой? Хороший такой. Вкусный запах. Вот представь себе он стоит. Это все вот это. Вот от кончается где. Это выше его роста. А у нее метр семьдесят. А рядом вот здесь. Вот подними руку. Ну-ка. Ну вот она выше. Вот это выше руки. Такая богатая земля. А вот я покажу сейчас березы. Вот одна наклоненная. Нависла здесь. Вот она идет. Вот она идет. 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 Ты как хочешь спуститься? Давай. Рядом встань с березой. Не упади. Чтобы видно было, что за береза. Вот встань. Тут околопня. Вот она. Нет, не обнимешь. Вот одна, две, три, четыре. Все одинаково. Одинаково. Не грохнешь. Вот она наклоненная. По ней можно идти. Вот какой бесстрашный. А это сущок околомения, а не околониво. Больше не надо ходить. Я боюсь за вас. А то Украина не досчитается одного героя веры. Потихонечку спускайтесь. Спускаться намного труднее. И вон какие дальше деревья растут. Вот пришли на южный. Он прощается. Сейчас уже два часа, наверное. Поедем обедать. На всех прудах побывали. На кострище. В лагере было раньше. Все осмотрел. Но там мы не снимали. Двое были. Лагерь он знает. А вот здесь мы идем. Вот отсюда маленькое свозвышение. Видать. Ну мы не очень тут скрываемся. Но все-таки скрылись. Нас тут не видать. Берите лопаты обе. Вот так. Земля богата. А здесь вот впереди коричневое. Это поле грещихи Игоря Барабаша. Хорошая грещиха. Ну погода дожди и дожди. В прошлом году все ушло под снег. Такая печаль была. Позапрошлом году один у него купил на 750 тысяч. Дал расписку и отказался. Судились. Судились. Так ничего и нет. Ужас один. Это невозможно сказать. А вот тут большие, огромные кроты. Кроты. И вот они роют норы. И он один тут перепортит. Это по кост чей-то. Это рядом большой куст. На это издалека смотреть на наш южный. Кэтефэнский назывался. Конная товарная ферма. Березы зеленые еще. Это означает осень будет глубокая. Осень. Хорошая. Вот она сколько. Мы не знали как ловить. Я им сказал, я очищу вам. Пойманного крота. Крот это не суслик. У него нету норы. Это входа где-то. Надо раскопать, найти, ездить. По пол-литры сливок. Ну кто-то платил, кто-то нет. Кто платил полностью очистил им. Первый год я поймал 50 кротов. Ровно 50. Вся местность была очищена. Даже кто не согласен, тот тому очистил. А вот осинник. Какая наша местность. Осинки. Это все осинник. Осинник, 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 осинник. И начинается что? Березняк. Вот так насыпали. Мы распахали перу. Вот это наши березки-то. Мы их распахали и оставили. И туда насыпалось. С больших берез и все. Мы имеем право там, когда нужно брать. А грибы там растут? Растут. Тут и подберезовики, осинники, и белые грибы. А шампиньонов тут никто из-за грибы не считает. Бери хоть сколько. Ну когда погода, конечно, подходящая. Листья так падают красиво. У нас в Украине листопад это ноябрь. Месяц. Ну да. Листопад это очень емкое слово. Листья падают. Вот они. Ветер дунет. Вот листья. Ну что, Сергей Егорович, поехали. Поехали. Я стою на дамбе храмового пруда. Сергей Игнатов слез вниз. Вот посмотри, какое дерево. Рука его какая. Это второе. Одно дерево завалили. Это стружки. Забери их сюда. Покажешь. Представь себе. Вот Сергеева голова. И насколько это меньше. Дерево этого. Дерево уже готовое упасть. Вон он набрал. Мы обнаружили сегодня. Гляди сколько. Ты смотри, какую он стружку-то делает. Ой, 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 стружка-то у него, ой, ой, какая. Вот она одна. Я беру ее, вот одна стружка. Он ее зубы вонзает, и дальше пилит, и выворачивает. Вот она. Вот ты смотри, что. Ну тут уже ничего не сделаешь. Только угонять их надо отсюда. Все. Бери ножовочку, бери ниточки свои. И все. Смотри, как они загладили. Ты видишь, как он? Это он снизу. Который внизу загрыз. И вверху грызет. Это он все одно и то же делает. Он вот так внизу зуб вонзает и гонит его дальше. И дальше кверху. Он с одной позиции. Он сидит на земле. Понятно? Ну красиво делает. А? Красиво делает. Как карандаш чинит. А это-то дерево-то. Он его не допилил, оно рухнуло. Но он его со всех сторон отпилил. Вот это-то. И они его... Дальше вон там через веточки, если можно будет увидеть. Тут. Ну да, видно вот она. Обгрызли его. Так, уходим. Бери ножовочку. Мы взяли все необходимое. Пришли. Преградить путь им в другое место идти. Ну, Сергей, ты... Самое последнее, что уже здесь имеешь, это бобровые норы. Теперь смотри в интернете, когда будет, появится. Это и как скажешь, моя работа. Ну... Субтитры сделал DimaTorzok Ну...